Всем привет! Сегодня мы поговорим о втором типе кейсов на потенциал – инвестиционных кейсах. Для начала давайте вспомним, что такое инвестиционный кейс. Такими кейсами мы называем те кейсы, в которых вопрос звучит, как стоит ли нам запускать проект, или какой из существующих проектов стоит выбрать. Обычно это задачи, связанные с запуском нового продукта, проекта, выходом на новый рынок или покупкой компании. Как мы уже говорили, на открытии кейса важно сделать две вещи – уточнить цель и понять бизнес-модель. И для инвестиционных кейсов это особенно важно. Целью таких кейсов может быть как достижение проектом определенных финансовых результатов. Это, к примеру, может быть срок окупаемости, payback period. Также это может быть определенная доходность, к примеру, ROI, либо NPV – чистая приведенная стоимость. Кроме того, целью кейса может быть просто определение факторов, на которые стоит обратить внимание при оценке данного проекта. В первом случае, скорее всего, мы будем использовать формульную структуру, которая будет основана на расчете того показателя, который является целью данного кейса. К примеру, если целью кейса является срок окупаемости, а срок окупаемости равен, грубо, инвестиции разделить на средний годовой профит, это значит, что на основе этой структуры мы будем строить дальнейший анализ. Однако, если целью является просто определение факторов, то здесь вопрос является более абстрактным, и есть смысл использовать качественную структуру, в которой мы обозначаем основные факторы, влияющие на успех проекта. Кейсы с финансовой целью мы уже разбирали с Ренатом, а также разберем в одном из наших следующих видео. Однако сегодня хочется поговорить о кейсах, в которых целью является определение факторов, то есть строить мы будем качественную структуру. Такие случаи можно идентифицировать, например, тем, что интервьюер не будет давать вам подробную информацию о том, какие финансовые показатели являются целью кейса. В этом случае вас просто просят назвать факторы, которые влияют на успех проекта. Также интервьюер обычно не дает очень подробной информации о бизнес-модели и описывает ее достаточно верхнее уровня. В таком случае можно понять, что от нас требуется более абстрактная структура, и в таком случае можно делать структуру качественной. Давайте мы разберем это на примере. Наш клиент – это горнодобывающая компания, которая хочет купить один из рудников. Ответить нам нужно на вопрос, стоит ли покупать рудник. Для начала давайте подумаем, какие вопросы стоит задавать в этом кейсе. Как мы уже говорили, нам нужно определить цель и понять бизнес-модель. Соответственно, когда мы спрашиваем цель, нам могут сказать, либо у нас есть конкретная финансовая цель и назвать цифру, и тогда мы будем делать формульную структуру. Либо нам могут сказать, давайте мы определим факторы, которые влияют на успех данного проекта. В нашем случае нам нужно как раз-таки определить факторы. Дальше нам нужно понять бизнес-модель. То есть, чем занимается наш клиент, на чем он делает деньги, как устроена его компания. И, возможно, немножко про тот рудник, который он хочет купить. То есть, в какой локации находится рудник, является ли эта локация той, где мы уже работаем, или это новая для клиента локация и так далее. В нашем кейсе мы получим ответы о том, что клиент работает в России и рудник он хочет купить тоже в России. Соответственно, все вопросы анализа локации в дальнейшем у нас отпадут. В принципе, если мы спросим про бизнес-модель с точки зрения основных направлений выручки, мы получим ответ, что у нас есть одно основное направление выручки, это продажа обогащенной руды. То есть, если говорить о value chain, клиент владеет рудниками, добывает руду, обогащает ее на ГОКе и продает обогащенную руду. Продуктом, который продает наш клиент, является обогащенная руда. Других больших ремень у стримов у клиента нет. И также клиент владеет достаточно большой сетью рудников по всей стране. Этой информации нам достаточно, чтобы накидать базовую структуру. Вы можете накидать структуру сами и поставить это видео на паузу, после чего вернуться к видео и сверить свою структуру с тем, что будет у меня. Как мы уже говорили, если у вас достаточно времени, качественную структуру стоит строить bottom-up. То есть, сначала накидать основные факторы, независимо от того, на каком уровне структуры предполагается их ставить, и дальше собрать все эти факторы в дерево с различными блоками. Это то, что сделала я. Давайте сначала посмотрим на факторы, которые я обозначила в своем брейнсторме. Я их просто перечислю. И, возможно, дам комментарий по какому-то из них. Обычно, когда речь идет о покупке ресурса или запуске проекта, в первую очередь стоит смотреть на спрос. Однако, так как наш продукт является коммодити, а это значит, что спрос на него по умолчанию имеется, возможно, сам глобальный спрос не является таким важным фактором. Тем не менее, есть особенности спроса локального рынка, а также та география, в рамках которой нам выгодно отправлять нашу руду. Поэтому спрос и рынок все-таки стоит учесть. Дальше, так как продукт является коммодити, и цена определяется на бирже, соответственно, на цену влияет соотношение спроса и предложения, то, что делают наши конкуренты, тоже будет важно для нас именно с точки зрения определения цены. Кроме того, действия конкурентов на конкретном локальном рынке, где мы работаем, также могут повлиять на наши продажи. Поэтому я просто обозначила пока конкуренты, и дальше подумаем, что именно в рамках конкурентов нам стоит проанализировать. Здесь же, в этом блоке, который я, скорее всего, обозначу как рынок, я бы проанализировала цену, ту цену, по которой мы можем продавать. Еще раз, если бы это был не коммодити продукт, скорее всего, цену продажи можно было бы рассмотреть отдельно. К примеру, сравнить ее с value, который несет наш продукт, сравнить с различными сегментами в рамках клиентов и так далее. Однако, так как цена продукта определяется на рынке, есть смысл цену рассмотреть также в рамках рынка. Далее, стоит проанализировать все то, что касается самого рудника. Что это может быть? Во-первых, здесь стоит учесть объем залежи рудника, который напрямую повлияет на наши будущие доходы. Кроме того, стоит рассмотреть легкость извлечения, что повлияет, скорее всего, на наши расходы. Качество руды напрямую повлияет на конверсию во время обогащения, а это значит, что также повлияет на наш доход. Кроме того, есть смысл рассмотреть текущую инфраструктуру на руднике, есть ли она вообще, если есть, то какая. Почему это важно? Это может повлиять на наши инвестиции, которые нам нужно будет сделать после покупки рудника, то есть инвестиции на запуск самой добычи. Все эти блоки я бы рассмотрела в рамках одного более глобального блока, который можно назвать, к примеру, характеристики рудника. Давайте подумаем, кроме того, что происходит на рынке, и кроме того, чем характеризуется тот рудник, который мы хотим покупать, на что еще стоит посмотреть в рамках данной задачи. Скорее всего, это наши компетенции, то есть анализ, скажем так, feasibility, либо того, насколько для нас реально успешно работать с этим рудником. Что может быть в рамках наших компетенций? Давайте посмотрим. Во-первых, если рудник находился бы не в России, мы бы посмотрели компетенции работы в другом государстве. Если рудник находится в России, то все компетенции будут относиться к техническим характеристикам. То есть мы смотрим наши компетенции работы с данным видом рудника, если он как-то отличается от того, с чем мы уже работаем, а также наши ресурсы, если у нас все необходимые ресурсы, нужные для покупки, запуска и дальнейшей работы на руднике. Давайте более подробно остановимся на ресурсах. Ресурсы я бы разделила на финансовые. В частности, это анализ наших финансовых ресурсов до покупки, есть ли у нас деньги, чтобы купить данный рудник, а также, чтобы сделать инвестиции для запуска. Если мы их привлекаем, то под какой процент и насколько нам это будет выгодно. Ну и также будут технические ресурсы, то есть есть ли у нас персонал, есть ли у нас все необходимое оборудование, легко ли его достать, есть ли у нас поставщики и так далее. Здесь я просто обозначу это как технические ресурсы, и можно будет углубиться дальше в случае, если это будет необходимо. Последним блоком, который стоит рассмотреть, я бы обозначила риски. Риски – это очень важный блок, который стоит рассмотреть в любом инвестиционном проекте, независимо от того, является ли ваша рекомендация запускать проект или нет. В случае, если вашей рекомендацией является запуск проекта, то подробный анализ рисков будет с точки зрения запуска. Если ваша рекомендация – не запускать проект, это значит, что нам, тем не менее, нужно будет проанализировать риски, однако уже те, которые относятся к незапуску проекта. Давайте остановимся подробнее на этом блоке и подумаем, как максимально структурно подойти к тому, чтобы обозначить риски. Есть разные фреймворки, которые могут вам помочь не упустить определенные виды рисков. Например, это фреймворк PISTEL, который расшифровывается как political, economical, social, technological, ecological, legal. Это все факторы, которые могут являться риском в том или ином проекте. Кроме PISTEL есть еще ряд других фреймворков, которые можно держать в голове как чек-лист для анализа рисков. Однако не стоит их использовать как фреймворк, то есть не стоит весь данный фреймворк переписывать ваши риски. Пройдитесь мысленно в голове по этому фреймворку и подумайте, какие факторы будут более актуальны для вашего кейса, а какие для кейса совсем не актуальны. Допустим, в нашем случае политические риски не совсем актуальны, так как речь идет о работе внутри одной страны. Однако мы можем назвать эти риски регуляторными в случае, если речь идет о получении лицензий либо получении доступа к тем или иным территориям. Экономический риск всегда достаточно общий, поэтому я бы не советовала вам писать в своей структуре именно глобальный экономический риск. Вместо этого давайте подумаем, какие конкретные экономические риски будут актуальны в нашем проекте. В нашем случае это будет колебание цены, так как речь идет о комодите, как мы уже говорили. Наверное, это основной экономический риск, который есть в рамках нашего проекта. Кроме того, есть еще более общий экономический спад, падение объемов производства и так далее. Однако он не является специфическим для нашего кейса. Я бы не советовала его писать в рамках приоритета. Социальный риск здесь, скорее всего, не очень актуален. Хотя если бы речь шла о запуске бизнеса в какой-нибудь стране, где в настоящее время есть какие-то проблемы с профсоюзами и так далее, либо о запуске какого-то бизнеса, который может быть не принят культурно в той или иной стране, можно было бы рассмотреть этот риск. В нашем случае, скорее всего, не стоит этого делать. Технологический риск может иметь место в случае, если тип месторождения отличается от того, что мы привыкли разрабатывать. Однако мы это узнавали в начале. Если бы нам сказали, что да, это что-то новое для нас, мы бы включили технологический риск. В нашем случае не стоит. Экологический риск. Скорее, я бы его включила в регуляторные, если есть какие-то очень сильные регуляторные ограничения в плане экологии. Я бы это добавила в наш первый пункт. Ну и legal, скорее всего, также это может быть либо частично регуляторный риск, либо можно это назвать юридический риск, в случае, если речь идет как раз об оформлении сделки или покупке какой-то компании. В нашем случае, возможно, этот риск тоже стоит учесть. Итак, что касается рисков, у нас получился блок с регуляторными рисками, экономические риски, которые в основном включают в себя колебания цены, и также юридические риски, связанные с оформлением и владением той землей, на которой мы собираемся вести разработку. Теперь давайте вернемся к нашим двум первым блокам, которые мы особо интенсивно строили bottom-up. Как я уже говорила, в первом блоке мы посмотрим на сам спрос и особенности того рынка, на котором мы работаем, также действия конкурентов и возможные колебания цены, которые могут произойти в течение работы данного рудника. Глобально этот блок можно назвать рынок и разбить его на четыре блока. Это особенности тех клиентов, с кем мы работаем, и изменения их потребностей, особенности географии, на которой мы работаем, действия конкурентов, скорее речь будет идти о наших прямых конкурентах, и все, что связано с колебанием цены. В рамках особенностей рудника мы посмотрим на текущую инфраструктуру, которая повлияет на наши инвестиции, объем залежей и легкость излечения этих залежей. Кроме того, нам стоит посмотреть на компетенции наши, которые связаны с работой на данном типе рудника, а также с наличием у нас финансов и риски. То есть глобально вы видите четыре блока, каждый из которых имеет определенное количество подблоков. Это та качественная структура, которую стоит делать в случае, если вас попросили просто назвать факторы и не обозначили какую-то конкретную цель, которую преследует клиент в данном кейсе. Однако, если у вас попросили посчитать, достигнет ли покупка срока окупаемости определенного или определенного уровня доходности, то то, что мы сейчас с вами прописали, может быть неким фреймворком для запроса информации у интервьюера. То есть, в первую очередь, вы будете задавать вопросы по рынку, по тому, какие характеристики рудника, есть ли у нас компетенции для того, чтобы нарисовать формульную структуру, а риски стоит оставить отдельно. Итак, на следующий раз мы с вами рассмотрим то, какую формульную структуру можно построить, получив информацию из этих трех блоков, в то время как риски, скорее всего, будут нами рассматриваться также отдельно в качестве отдельного блока качественной структуры. На этом на сегодня все. Не забывайте подписываться и нажать колокольчик для оповещения о следующих выпусках. А также оставляйте комментарии с вашими предложениями и пожеланиями. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!